Я готов отвечать на любой вам поставленный вопрос. Открытость, готовность говорить со всеми. Ровно год назад Сергей Антошин стал вице-мэром. Сегодня вновь разговор, как говорится, без галостуков. Для меня это, честно, откровенно говорю, большой-большой опыт работы в органах исполнительной власти в современных условиях. Когда я сюда пришел, на жалобы, вот, Оксана не даст соврать, отвечали ровно месяц. И мы были в красной зоне. Сейчас, если у нас в течение часа не отвечают на жалобы, это считается как ЧП. Рядом с первым заммэром чиновники, отвечающие за финансы города и образования. Отсюда первый вопрос у журналистов про школы, ремонт старого фонда и строительство новых. А где найти учителей? Было понятно, что мы их объединяем. Например, самое близкое – это сдача школы Довхозской. Лицей-2, который одно из лучших учреждений в городе и из области у нас находится, в Советском районе, конечно, не имеет помещения, чтобы обучать тысячи полторы, обучая 900 человек, как бы. И, безусловно, вот это здание, которое на Флотской будет сдаваться, это будет теперь его главное место, где они будут заниматься, и мы будем обучать в инновационном учреждении не менее чем 1500-1700 человек. Сохраним, естественно, и второе здание. Рядом с темой школ стоят и детские сады. Тоже строятся. Например, жар птицы на Флотской. Но иногда проблема в другом. Дети не ходят. Когда ты приходишь и поголовно пересчитываешь в детском садике, ну, грубо говоря, группа 25 человек, а их там 18, 17. И ты когда начинаешь с воспитанницей говорить, они столько и приходят. А остальные вот просто числятся. Не было такого в городе Брянске никогда, чтобы столько строил школ, столько пристроил детским садам, чтобы ремонтировали, капитально ремонтировали столько школ, чтобы сегодня губернатор Александр Васильевич запретил заниматься поборами с родителями денежными средствами на окна. Славянский мост, кольцо могилы Игната Фокина – это самые частые слова, когда речь заходит про набережную. Перезахоронение Фокина будет. Этого хотят и родственники. Сегодня, как ни странно, власть в Брянской области и в городской администрации больше думает о коммунистах, чем сами коммунисты они. И могу доказать это. Сегодня перенос могилы Фокина обсуждался и на министерстве. Еще раз подчеркиваю, все документы, все проверки у нас все произведены. Останки с проезжей части, с улицы, на аллею героев, где от Матвеева до Вастроченко, значит, будут эти останки. Но другие бы просто порадовались, что человек будет, не человек, а останки, его память будет фактически увековечена с переносом могилы, с улучшением памятника, с улучшением барельефа. Все это зафинансировано. Другие бы сказали, блин, вы хорошее дело делаете. Как отремонтировали в свое время, мы скидывались на памятник Ленина, а Александр Васильевич взял и все отремонтировал. То есть мы сами за историей, ну больше, ну это и по-христиански, у нас есть обращение родственников, у нас есть речение горсовета, где коммунисты проголосовали единогласно, а потом, о, глянь-ка, вспомнили, тут же можно, как сейчас можно, похайповать, хоть какие-то очки, когда он там месяц назад там архивский возложил, там вспомнил, там три гвоздички пришел возложить, а где ты был десятилетиями? Вообще, где вы были? Ремонт дорог. Процедура расписана в федеральном законе. Все зависит от торгов. Плюс требования по этим дорогам, которые нужно строго соблюдать. Львомайский мост. Уже ямками пошел. Он, да он же гарантийный. Я говорю, да нет, не гарантийный. Ну просто время уже столько улетело, как и проспект Московский. Тоже, я думаю, только ж ремонтируют. Я сам еще поддавался на это. Только ж ремонтируют. Да нет, 7 лет прошло. Сегодня дороги строятся, даже поселковые дороги, только страта. И не важно, что по этой дороге будут ехать там, не знаю, по этому тротуару будет идти там 2 или 3 человека. Каждому, каждому дому надо сделать съезд. Это сегодня такие правила. Мы понимаем, что некоторые дороги, которые, например, поселковые дороги, там не нужен тротуар. Это большое-большое угрожание. Мы могли бы еще где-то эти дороги сделать, в том числе в городе Брянске. Общественный транспорт в Брянске обновлен. Аэропорты ремонтируют. По программе формирования комфортной городской среды благоустраивают парки, скверы и дворы. В планах развития набережной. Сергей Антошин общался с журналистами 2,5 часа. Итоги сделанного в городе за последние полгода можно увидеть в оценке федерального уровня. Индекс качества жизни в российских городах. Брянск на 19 месте. Мы опередили такие крупные города, как Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар. Армен Мрукян, Сергей Дюков, Брянск.